МОЙ СТАРТ В августе на базе производственного объединения «Старт» в третий раз прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший фрезеровщик». Победитель определялся в острой конкурентной борьбе. Высокое звание и главный приз – автомобиль – оспаривали 11 профессионалов со всей Пензенской области. И тем более приятно, что лучшим фрезеровщиком региона признан «Зареченец» – сотрудник производственного объединения «Старт» Юрий Каленов. Только лучшие из лучших. Признанные профессионалы, прошедшие строжайший отбор и подтвердившие высокий уровень мастерства победами в конкурсных этапах на родных предприятиях. 11 участников оспаривали звание лучшего фрезеровщика области на региональном конкурсе, состоявшемся на базе производственного объединения «Старт». Конкурс областной. Мы на своей территории проводим его в третий раз. Поэтому третий конкурс фрезеровщиков для нас уже традиционным становится. Участников 11. Все из районов Пензенской области и Пензы. Победители конкурсов на предприятие попадают на областной конкурс. Только победители. Здесь без ограничения возраста. Если раньше мы проводили до 30 и старше 30, то здесь все в группе смешанные. Сегодня это, наверное, одно из таких самых главных мероприятий, потому что человек труда – это самое главное, что у нас есть сегодня в обществе. Губернатор уделяет очень большое значение таким мероприятиям. И вот сегодня у нас уже заключительный, потому что в этом году 10 таких конкурсов Министерства промышленности, как организатора основной. Основные профессии – это машиностроение, сельское хозяйство, точно так же строители, энергетики. Один из участников будет бороться за звание лучшего фрезеровщика области. Таким главным призом, конечно, вы знаете, что является призом за первое место – это автомобиль. В этом году участников впервые не делили на возрастные группы. В борьбе за звание лучшего фрезеровщика области состязались участники от 27 лет до 61 года. И каждый полагался в первую очередь на свой профессиональный опыт, теоретические знания и практическое мастерство. Специально подготовиться к таким волнующим мероприятиям очень сложно. Ну, по крайней мере, я считаю, что руки все покажут. Если есть опыт, если есть навыки, то они помогут. Теоретические знания, по крайней мере, мне дал техникум, наш техникум в свое время, и институт. У меня высшее образование, но я пока фрезеровщик, уходить никуда не собираюсь. Но теоретические знания мне дали эти учебные заведения. А практические навыки Юрий Николаевич за 30 лет работы на производственном объединении «Старт» довел практически до совершенства. Подтверждением тому самый высокий – восьмой разряд, 4 победы на заводских профессиональных состязаниях и звание победителя отраслевого конкурса госкорпорации «Росатом». 20 теоретических вопросов и 2 часа на изготовление деталей. После окончания теоретического и практического конкурсных этапов стало ясно – равных зареченскому фрезеровщику в области нет. Первое место завоевал Юрий Каленов. Заслуженную награду Юрию Николаевичу вручат 2 сентября, когда в областном центре соберутся все призеры всех номинаций регионального конкурса «Лучший по профессии». Весь август ветераны производственного объединения «Старт» принимали участие в проекте «Завтра начинается вчера». Эта общегородская акция приурочена к предстоящему 60-летию Заречного. Своим созданием город обязан предприятию, а потому воспоминания его работников об истории родного завода особенно ценны и интересны. Рассказы заводчан станут частью исторического видеоархива города, войдут в документальный фильм о Заречном и его истории, который планируют создать к 60-летию города. Ну а самые интересные рассказы, возможно, будут использованы в программе об истории и людях «Росатома». В августе с юным поколением горожан встречались ветераны базы оборудования и серийного конструкторского бюро. Заводчане в разные годы получавшие высокие награды и звания. Бывшие руководители заводских подразделений. Фрагменты этих встреч в нашем следующем материале. Взрослые и дети. Одни видели, как строился Заречный и его градообразующее предприятие, другие родились и выросли здесь. В рамках проекта «Завтра начинается вчера» ветераны производственного объединения «Старт» встречаются с юными горожанами. Заслуженные заводчане рассказывают ребятам, какими были завод и город в далекие 50-е и 60-е годы. Вспоминают, как приехали молодыми специалистами в заболоченные леса под Пензой. «Центральной проходной не было, по прямой дороге вправо проспект Мира, а мы прямо туда проскочили. Тут я видел эти деревянные дома, которые сейчас обложили кирпичом. Ну и впечатление, думаю, да, хоть Пензе тут, не знаю, далеко, недалеко, но все-таки не очень. Ну, нас там встретили сразу, сказали, вот сейчас пойдете по этому трапу, вот через дорогу, вот здесь лесочка, и там вас устроят. Ну и мы, значит, вещички разобрали свои, которые туда привезли, на себя, и отправились по трапу деревянной. Лес, 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 выходим в стадион, который сейчас у нас существует, но туда трибуны, естественно, не было. Но тут я увидел, стоят поселок такой уже более-менее городского типа. И поселили нас в 15, братская 15А. Это напротив, тогда он был клуб дружбы, сейчас он ТЮС. Это была уже окраина. Здесь была половина 112-го квартала построена, остальная была огорожена вышками, там зэки строили, это самое, по углам вышки стояли с часовыми. Нас поселили в общежитии на улице Братская, 11, кроме этого квартала 112-го, который еще не был построен. Там был клуб дружба, который ныне ТЮС, и по ту сторону Братской там садик был, а то все остальное лес. Ну, тротуары были деревянные. Воспоминания ветеранов не только их личные истории. И это страницы истории городообразующего предприятия, города, отрасли и всей страны. От заслуженных заводчан ребята узнают, что когда-то Заречный назывался Пенза-19. Что для создания ядерного щита страны сюда на работу направлялись лучшие специалисты со всего Советского Союза. Что первая продукция была выпущена в запланированный срок. Несмотря на то, что страна еще не оправилась от военных лишений, а заводские корпуса только строились. Все новое было. Работа была новая, абсолютно интересная, увлекается. Тем более, значит, ответственность большая была. Было, чувствовалось, что там наша работа нужна. Нас все время подгоняли планы, сроки. Мы были в курсе всех событий в стране, когда нужно к какому сроку сдать нашу продукцию. Все было очень секретно, да. Мы были закрыты люди, конечно. Нам ничего не разрешалось никуда. Не знакомиться с иностранцами, не выезжать никуда. Но это как-то не тяготило, в общем-то. Никому было, не с кем было знакомиться. Да и ехать никуда не рвались за границу. Ну, на работе ответственность большая была. Вот это тяготило, конечно, в каком-то плане, что все время чувствовалось, что... Работа ответственная, странно скажу, была. Особенно мне запомнился 1974 год. Это год, когда завод осваивал новую продукцию. Это цирконевая кожуха. Значит, год был очень серьезный. Я вспоминаю даже замдиректора по производству, товарищ Новик, ночью мы сами носили эти кожуха из цеха в цех. Потому что кооперация была между шестым и вторым цехом. Поэтому он... Ну, я этот год запомнился. И запомнился тем, что заводу в первый раз не засчитали план. Вот такая была история. Вспоминают ветераны не только производство. Огромное место в их жизни занимала общественная работа. А, в общем, жизнь была очень веселая и интересная. Понимаете, получилось так, что тут собралась одна молодежь. И вот Киреев Александр Павлович, ныне здравствующий, он был руководителем заводского комсомола в то время. Нас собрал. Значит, ребята, кто что может делать? Я в школе там бальные танцы преподавал. Я преподавал детишкам в школе бальные танцы. И читал лекции. Кстати, сказать, до сих пор с Ниной Федоровной Деревянных... Мы как анекдот... Она в горкоме комсомола работала. Мы как анекдот вспоминаем, когда меня направила в лагерь зэков читать зэкам лекции о культуре и поведении. О правилах хорошего тона. Она сказала, там тебя капитан встретит в 7 часов вечера. У тебя лекция на ходу? На ходу. Ты можешь ее прочитать сегодня? Могу. Ну вот иди в такое-то место, там тебя капитан встретит. Ну я думаю, солдатикам придется читать. Встретился с капитаном, познакомились. Он меня проводит через проходную. Я спрашиваю так, просто для интереса. Это что здесь, войсковая часть нет? Говорит, здесь лагерь. Как лагерь? А кому я должен лекцию читать? Может, охране не говорит зэкам. Каждый ветеран по праву может сказать, завод – это моя жизнь. И очень важно, чтобы сегодняшние ребята, будущие заводчане, помнили о том, как много сделали их предшественники. Историю завода хранит настоящий музей под открытым небом. Он расположился на территории предприятия. В его экспозиции – станки. Когда-то они стояли в заводских цехах. На них рабочие пензенского прибора строительного завода изготавливали детали, необходимые для основного сборочного производства. Идея создания такого музея принадлежит Владимиру Алексеевичу Козину, долгие годы руководившему девятым цехом, а ныне возглавляющему заводскую профсоюзную организацию. Составлением экспозиции занимался Юрий Викторович Денисов, бывший технический директор, главный инженер производственного объединения «Старт». Именно Юрия Викторовича мы и попросили провести для нас экскурсию. Эта цепочка выстроена по технологическому принципу, то, что было у механик. Начиналась вся технология с разделки того металла, который приходит на завод. Значит, вот тогда, когда формировался цех номер 38, где заготовки сейчас для всего завода режут, а раньше заготовки каждый цех резал сам, значит, в год приходило порядка 5,5 тысяч тонн металла на завод. Ну, понятно, что эти 5,5 тысяч шли там и на сельское хозяйство, потому что для сельского хозяйства много делали, ну и на завод металла тоже достаточно много было. И вот все 5,5 тысяч тонн надо было разрезать, а 5,5 тысяч тонн – это полтора состава. Если идти дальше вот по этой цепочке, то, значит, много очень было работ, связанных со штамповкой. И вот этот пресс, пресс – это не самый большой пресс, и не самый маленький, самый большой пресс. Он сейчас есть на заводе 1000 тонн, порядка. А это у нас 63 тонны. Самый маленький – 3,6 тонны на заводе пресса. Вот. Это для листовой штамповки. Это гибка, вырубка, пробибка, вытяжка. Все вот на этих прессах. Причем в основном-то это 6-й цех занимался с самого начала, а потом, когда образовал 48-й цех, эту работу делал 48-й и 6-й. Собственно, вот два цеха основных, которые занимались штамповкой. Ну, штамповать какие материалы? Да, всякие штамповали. На заводе, я не знаю, может быть, из таблицы Менделеева только каких-нибудь трансурановых нет. А так все остальное есть. Ну, может, не в чистом виде, может, в виде сплавов там, каких-то добавок к основному металлу. Но, тем не менее, достаточно обширная минулклатура. Вот этот чехословатский станок С-28. И вот немножко там вот дальше, на наши отечественные станки. То есть, если посмотреть, то они ничем не отличаются. Может быть, точность у какого-то повыше. Вот эта повышенная точность, а вон там наш стоит, там обычная точность. Хотя наше оборудование выпускало тоже нормальной, высокой, повышенной точности. И работало достаточно хорошо. Чехословского оборудования, наверное, было больше всего. Немножко было венгерского, гдеровского. А чехословского больше всего было. Токарные и фрезерные тонкие. Вот теперь подошли к токарным автоматам. В седьмом цехе сначала был токарно-автоматный участок. А потом организовали, когда 34-й цех, токарные автоматы. И там не только токарные автоматы. Все автоматы, которые делали метизы и крепежные детали, они были собраны в одно место. Это вот как раз тот станок, который проектировал велозавод. Это СТР-18. Станок токарно-револьверный. 18 мм диаметр прутка, который проходил через шпиндель. Вот такого типа оборудования как раз и принимал участие в проектировании Юрий Петрович Любовин. Он как раз был заместителем главного инженера по станкостроению на велозаводе. Это вот станок 1Е61. Если мне память не изменяет, то это делал Ульяновск. А это вот самый, наверное, распространенный станок в то время был на предприятии. Да их вообще много было на заводе. Это 1К62. Я начинал работать вот на таком станке. Группа фрезерных станков. Причем вот эти вот два станка. Это Чехословатский, этот, по-моему, ГДРовский. Ну, это самые ходовые станки были на предприятии среди фрезеров. Вся продукция, которая была связана с приборостроением в то время, она обрабатывалась вот. Вот те лошадки, которые везли. Везли основную тяжесть производства. Для всех приборов причем. Координатно-расточные станки были. Для чего они предназначались? Для того, чтобы сделать наиболее точные какие-то поверхности, в том числе отверстия. Межцентровое расстояние, чтобы точно можно было сделать. Ну, и вот такого класса станков на заводе и сейчас достаточно много. Понятно, что они вот эти самые маленькие 24-21. Есть... А, 21-24, вот уже забыл. Есть большие станки, если в первом цехе они... Там самые большие, тоже ГДРовские станки, двухстоечные. Очень точные. Вот Голов, Вениамин Иванович, который царство ему небесное, он работал на немецком станке двухстоечном. Это самый большой практический станок был на заводе в инструментальном цехе. И он всю жизнь, вот то, что работал здесь, на этом заводе, он всю жизнь проработал на этом станке. А это электроразионный станок. В принципе, работа один тоже. Перенос металла с одного места на другой под действием электрического поля в диэлектрика. Здесь вот керосин наливался в эту емкость. Ставили детали. Сюда вот в пинде зажимался электрод определенной формы. Если круглый, значит круглый электрод был. Если какую-то сложную форму, значит делали электрод сложной формы. И этим электродом выжигали в детали то, что нужно. Вот. Эта технология, вот, электрофизическая обработка, она впервые родилась в СССР в 30-х годах. Это уже потом немцы стали делать очень хорошие электроразионные станки. Но сама технология электроразионной обработки была. Разработана в СССР в 30-х годах. Вернемся на то начало, потому что вот эти две единические оборудования, это как раз оборудование, которое применялось при разрезке. Это вот пила. Пила. Вот сюда вот вставилась пила, и вот он так вот перестанул. В заготовительных цехах были такие пилы. И холодно-высочный автомат. Ну, вот этот холодно-высочный автомат, это, наверное, производство. Или АЗОП, может быть, или КУРС. Самое-то интересное, знаете, в чем? Вот меньше, чем вот этот вот размер промышленность не выпускала. А нам нужно было делать заклепочку из медной проволоки, если мне память не меняет. Диаметром всего на все 0,8 мм. А потом был еще один вывод для микросхем. Там диаметр еще меньше был. И пришлось вот такого типа автомат разработать здесь, на заводе. Их сделано было две штуки. Разработчик Васильев Александр Владимирович, он в 17-м работал сейчас на пенсии. И два автомата работают до сих пор в 3-4-м цехе. Термопласт-автомат – это станок, который перерабатывает термопластичные материалы. Материалы разделяются термопластичные и термореактивные. Термореактивные второй раз перерабатывать нельзя, потому что идет полимеризация, и на этом дело кончается. А термопластичные можно второй раз перерабатывать. То есть у них идет отверждение смолы и составляющих, которые в эту смолу добавляются, до комнатной температуры, а потом опять можно измельчить деталь и вторично перерабатывать. Ну и на заводе был, он и сейчас, я думаю, есть эта технология, в детали, в детали, в новой детали допускается сколько-то процентов добавлять отходов, а не как отходы, они допустим литники, облой, то есть то, что отделяется от детали, отделяется от детали идет на переработку на второй раз. Ну, по-моему, на каких-то изделиях там 5% допускается, на некоторых побольше, но тем не менее вторичная переработка, она идет. Ну и пока это все, о чем мы успели рассказать в отведенное нам эфирное время. Смотрите нашу программу каждый последний понедельник месяца и будьте в курсе событий, происходящих на нашем градообразующем предприятии. Встретимся на старте! Редактор субтитров А.Семкин